МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Так, ты любишь меня, и больше мне ничего не нужно. А как же мне жить? Я не могу представить себе этой жизни без содрогания. Я… Я безумно ревнив. Я даже и не подозревал за собой способности на такие чувства. Лиза, уедем. Уедем отсюда. Опять бежишь, как на пожар. Ты ведь понимаешь, что я люблю тебя, люблю смотреть на тебя, как на своего ребёнка. Что тут понимать? Ты не любишь. Ты презираешь меня. Считаешь меня заурядным, ничтожным, каких много. Каждый раз, когда ты обращаешь на меня своё милостивое внимание, мне кажется, своим взглядом ты измеряешь моё ничтожество. Зачем ты это говоришь? Если всё так? Почему бы тебе не убить меня, если не можешь быть спокойным и счастлив со мной? Где твой пистолет? Стреляй! Избавь себя и меня от мучений. Стреляй! Стреляй! Дело об потере неизвестно куда, дома волосного правления и об изгрызении плана онова мышами. Дело о прелюбодеянии христианина Фёдорова с трёхмесячной религии. Вы это не читаете, Евграф Кузьмич. Опись «Дел следственного производства». Давнешне это, ваше высокоблагородие. Уж я тут двадцать пять лет, так это ещё до меня. С конца читай. Дело о сомнительном причинении смерти. О чём же это? Смертью, вечи, раны? Э-это у вас сайт 100 нет? Ваше высокоблагородие. Так что же вы расследуете? Вы хотя бы вместо слушали и приказали решить рассматривал и постановил. Что ж? Чёрт знает, что за перья. Это чернила, дёготь, а не чернила. Подъявляюсь я этому земству. Понимаешь, мы тут имеем дело с одним из явлений электричества. В коже каждого человека заложены микроскопические желёзки, которые содержат в себе токи. И если ты встречаешься с особью, токи которой параллельно твоим, вот тебе и льва. Ой, какой вздор ты несёшь. Не сердись, Данила Романович. Ты ведь знаешь мои чувства к тебе. Люблю больше всех в уезде и уважаю. На, пошла! АПЛОДИСМЕНТЫ Лет десять-пятнадцать назад музыка и пение здесь на реке слышались каждую ночь почти непрерывно. У неё смех, шум, стрельба. И всё романы, романы. Жены прямые. И кумиром всех шести усадеб был Василий Гаврилович. Он и сейчас очарователен. И тогда был просто неотразим. В отношениях ко мне женщин было много хорошего. Во мне главным образом любили мой теплый. Господи. Едут. Их высокоблагородие едут. Ваше сиятельство. Василий Гаврилович. Зинаида Саишина. Александра Матвеевна. Даниил Романович, а ты нисколько не изменился. Ты такой же красавица и чувач. Ты не знаком? Позволь себе представить. Борис Алексеевич, фон Дидериц, билетрист. А вот мой давнишний друг Даниил Романович Охлопков. Надворный советник. Теперешний исправник всея нашего уезда. Очень приятно. Вот ваш сиятельство на севу отыскал. А этого молодого человека узнаешь? Ух, какой что. Не мальчик, но муж. Для меня большая честь, Даниил Романович, быть знакомым с вами. Удивительно, как вы меня узнали. Ты думаешь, вымахал выше отца, так тебя уж и не узнать? Его сиятельство в прежние времена со мной тоже строго бывало. За что я ему весьма признателен. Ты, голубчик, учи его. Без общественного положения он был Гришкой, Гришкой останется. То, что вы называете общественным положением, составляет привилегию капитала и образования. Слыхал, выучился. Вот тебе комиссия. Совсем вы нас забыли, доктор. Скучно вам с нашим братом, а? Черт бы побрал эту подагу. Григорий Васильевич, ты слышал? Борис Алексеевич говорит, что в Сан-Франциско вместо чая пьют джин. Случилась грудная жаба. Боись, как бы у меня… А вы бывали в Сан-Франциско? Нет. Но постоянно собираюсь. Я должен сейчас идти… Идти… И писать. Да. Извините, мне некогда. Французам нужно лущить колбасников. И больше ничего. А вот ни у немцев, кроме французов, еще много сучков в глазу. Что ж? По-моему, и немцы, трусы французы, трусы кукишами. В кармане дело и ограничится. Драться не будут. А по-моему, зачем драться? К чему все идти? Вооружение, Конгресс, расходы. Я бы что сделал? Собрал бы со всего государства собак, привил бы им пастеровский яд в хорошие дозы и пустил бы в неприятельскую страну. Все враги перебесились бы у меня через месяц. А-а-а! Смешишься, Иванович! Ну, господа, будьте здоровы! Репетитор. Репетитор. Лапан. Чудо-женщина. Ну, надо сказать, что я начинаю ненавидеть этого литератора. Она ему не пара. Стало быть, вы верите в гипнотизм? Не буду утверждать, что я верю. Но должна сознаться, что в природе есть много таинственного и непонятного. Это вас немцы испортили. Кажется, у мужа дед был немцем. А, по-моему, у кого нет настоящей жизни, тот и живет миражами. Ну, все-таки лучше, чем ничего. Вот вы где, Елизавета Андреевна. Позвольте вам представить Даниила Романовича Хлопков. Я так много хорошего слышала о вас, что сама давно желала с вами познакомиться. А это не так просто, моя дорогая. Даниил Романович работает, как никто в уезде. В свете бывает крайне редко. Да и мы с мужем тут без года недели. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Я вас каждый день учу. И вишневый сад, и землю. Надо отдать в аренду под дачу. И сделать это надо теперь же. Дача, дачники. Все это так, можешь попросить? Конечно. Двадцать почек вишневого варенья наварили. Куда их теперь девать? О, все копите, Зюзюшка. С небось уже миллиончик есть. Ну, со стороны посмотреть, так богаче нас и людей нет. Их высокоблагородие. Говорят писам. Надворный советник. Даниил Романович. Ах, Сашенька. Я хотела спросить. Да-да, конечно. Если кто подслушает, то подумает, что я навязываю словно пушкинская Татьяна. Ах, Саша, напрасно вы права. Пойми меня, для любви необходимым условием является полная свобода. Да ты? Разве ты свободна? Свободна. Ну, а что ты хочешь? Я не в силах делиться с твоим мужем, мысли наживаю его на клочки, когда думаю, что он тоже любит тебя. Я не могу запретить любить тебя. Любящий человек неподельчив. Тебя разве не терзает мысль, что у тебя над душой вечно торчит этот человек? Я считаю нужным, обязательным объясниться с ним. Ну и другое нужно сделать как можно скорее. Например, хоть сегодня вечером ты… Объясниться с Борисом? Ну да. Мы обманываем его, а это не честно. Прежде всего, Лиза правда, проще ложь. Объяснишься с ним. Пора покончить. Погляди-ка скорее на твоего обожа, бежит словно ошпаренный без оглядки. Воображает, что я с ним из-за такого сокровища как-то стреляться буду. Он меня ещё не так заперегает. Нет, пожалуйста, только ничего ему не говори. Не бронись с ним. Мальчик ни в чём не виноват. Я брониться не буду. Я только так. Шутки ради. Вовсе ничего не было. Это тебе всё показалось? Да. Целовался кто? Целовались. И всё. Ах ты, бастырница. Ну, впрочем, что ж, понимаю, это поцелуи, ахи да вздохи. Только не следовало мальчишку смущать. Мальчик добрый, хороший, светлая голова и достоин лучшей участи. Вы ничего не понимаете? Мальчик влюбился в меня по уши. Я сделала ему подарок. Позволила себя поцеловать. Удивительное дело. Поцелую я так же девушку, и на меня черт знает, что посыплется. Злодей. Соблазните. Развратите. Вам, женщинам, всё вдруг сходит. Поберегись. Ну, что? Поберегись. Ну, что? Поберегись. Поберегись. Привет вам, дивная мадонна. Вот начи взоры непреклонны, хочу сказать. Привет и вам, любитель мус и прочих дам. Вот начи черт и столь прекрасны, я смел надеяться напрасно. Все ясно. В этот сладкий миг, когда мое блошенство рядом, посмею я хотя бы взглядом. Нам о приличии помнить надо, ведь я замужская жена. Уже ли верна? Он так нежна рука, что вправо же нужна ли строгость в этот теплый вечер? Смелыне в меру ваши речи. Смею ли я молить о встрече? Там, где шелковая трава, вместе делаем слова. Спасибо. Достал зануда! Да провались ты! Данила! Маменька, ну что опять? Нам на кухню забрался вор. У Мавры Игнатьевны в прошлом году так же забрались. Кто? Он проберется в столовую. Там, там ложки в шкафу. Черт знает, что такое. Неужели в собственном доме нет покоя? Клянусь тебе, я же видел. Ну и что с того? Ну, пускай лезет. Наверное, это просто… Пожарный к Пелагее пришел. Что? Что ты сказал? Тем хуже… Это хуже вора. Ложки. Я не позволю в моем доме циничности. А какая же это циничность, маменька? Это с покон веку так повелось. Традиции освещено. Кухарком должны ходить пожарные. Я не потерплю в моем доме. И чтоб такое… Как такое… Пелагея! Чтобы сию минуту твоего солдафона в доме не было… А ложки в шкафу! А вы в уме, барин? Ой, дуру, дуру нашли. Господи, день в детской бегаю. А ночью тоже такие слова. Ты эту тень-то не наводи. Давай, давай. Идем, моя милая. Идем, моя хорошая. За четыре рубля в месяц живу. Давай, давай. Баю-баю-баю-баю-баю-баю. Я у купцов жила, о таком осраве не слышно. Идем. Ага, я умру. Можете делать в своем доме циничности. Да. А теперь не смеете. Нет, нет, нет. Слышите? Не смейте! Не смейте! Вы? Но как? Наверное, не хорошо, что я вот так сама. Милости прошу. Вы же первый меня. Уважать перестанете. С чего бы это? Если бы я был уверен, я бы сам. А в конце концов, мы ведь все-таки знакомы. Вы перестали бывать у нас. Ну, раз вы не хотите, то вот я сама пришла. Здесь у вас. Тебя все знают. Ты всех знаешь. А чувствую себя чужой. Вы не чужая. Вы иная. Вы чудная. Что тут у нас? Все эти наши добрые знакомые, они мелко мыслят, мелко чувствуют. Да не видят дальше собственного носа. Честно говоря, знаете, они глупы. А те, которые поумнее да поздоровее, они истеричны, заедены анализом, рефлексом. Что я в самом деле? Может, бросите уже эту шляпу? Да что этой? Я так мечтала с вами поговорить. Идите сюда. Да не интересно все это. Мы живем здесь в тесноте, в духоте. Пишем вон ненужные бумаги. Играем в вимп. Мне ведь вам рассказать-то нечего. Вы, мужчины, многого не понимаете. Вы, мужчины, делом заняты. Для вас ведь любовь на третьем плане, а для нас это жизнь. Я вот знаете, с большим счастьем бы всю ночь перебирала бы сами вот эти бумаги. Или прошла бы верст сто пешком. Я люблю тебя. Это значит, что я мечтаю, как я излечу тебя от тоски. Как пойду с тобой на край света. Вы не такая, как все. Вы высокие и чистые. Вам видна правда. Только вы одна можете понять меня. Уже поздно, мне пора. Спокойной ночи. Я не хочу спокойной ночи. Я прокляну эту ночь, если она будет спокойной. Не провожайте меня. Не провожайте меня. Музыка 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 Когда его Высокоблагородие прибудут? Никак нет. Ждём-с. Будет страдать, проклинать. Вообще, мы виноваты, что любим друг друга. Браво, 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 браво. Прекрасно, чудно. Это так всё хорошо, что я готов сто рублей дать, чтобы ещё раз поглядеть. Браво. Григорий Васильевич, ну, здравствуйте, молодой человек. Вы один или с батюшкой? Один, Ваше Высокоблагородие. Батюшка кланяться велел. Дело у меня к вам, можно сказать, особенное. Ну, так слушаю. Я хотел бы определённо знать, дозволяет ли закон передачу жены другому лицу. Как вы сказали, передачу жены? Это вы у Герцена вычитали. Ну, я, может, выразился не точно. Ну, вот если договор есть. Взгляните. Борис Алексеевич, перестанем играть друг перед другом комедию. Не в моих правилах и вы честный человек. Я люблю эту женщину. Люблю больше всего на свете. Вы это заметили и… А она? Она любит меня. Отдайте мне её. Уходите, ради Бога. Борис Алексеевич, я понимаю вас, но… Я дам вам другого счастья. Счастья, которого вы ещё не испытали. Что вы хотите? Я богатый человек, я сын князя. Хотите пятьдесят тысяч? Борис Алексеевич… Борис Алексеевич, умоляю, это… это не подкуп, не купли. Я лишь хочу жертвой своей стороны хоть несколько загладить вашу неизмеримую потерю. Хотите? Сто тысяч. Я готов. Я ниже подписавшийся. Дидерец Борис Алексеевич получил от Грохольского Григория Васильевича сто пятьдесят тысяч рублей и передал вечное его владение законную супругу его, Лизавету фон Дидерец, обязуюсь впредь им никакого беспокойства не оказывать и никаких претензий не иметь. В противном случае должен я ответствовать по законам гражданским и уголовным. Нотариус получает в год пять тысяч рублей. Мировой судья – две тысячи четыреста. Учитель живёт на двадцать три рубля в месяц. Так что же вы хотите? Как что? По законам с ним поступить? Вот вам мой ответ. Бумагу эту я у вас заберу. А по законам и покупатель, и продавец живого человека к суду, может быть, притянут. Вам же и достанется. Но… Как же? Вы, молодой человек, на каникулы изволили сюда приехать? Нет. Я курс три года назад кончил. Постоянно здесь живу. И чем же изволите заниматься? Едите, спите, гуляете. Все зло в жизни от скуки и от душевной пустоты. Она неизбежна, если позволяешь жить на чужой счёт. Полторастая тысяча, говоришь? Да у него, помяни, таких денег нет. Он, верно, считает, что я присмертил же. Выписывая векселя. Под мою доверенность мальчишка. Только и ждёт моей смерти. Выписка необоснованного векселя может грозить уголовной ответственности. Посадить бы паршивца в долговую яму. Так меня вот потом её порочит. Что делай, голубчик? Перекупить векселя через третье лицо, пока он не предъявил их ко взысканию. Откуда у меня столько доходов с имения? Сам знаешь, управлять некому. Живём и ладно. Он дидрец недавно в городе. Не думаю, что ему это понравится. Голубчик, ты стоишь у меня в ужасное щекотливое положение. Бог весь, как всё это обернётся. Да, вроде он гость мой. Но у этих нынешних, сударь, мой, не идей, не идеалов, а нравственности. Нравственность какова? Нынче двенадцатилетняя девчонка уже норовит иметь себе любовника. Матери продают своих дочерей, а у мужика просто спрашивают, в какой цене продаются их жённые. Можно даже поторговаться только. Нет, ага! Матери дико estuvил знакомь, совсем один раз за год. Все послушиваешь, старый черт. Что б мне провалиться, барин? Работа такая. Ну, ты это, смотри тут. Это, по-видимому, символ, но простите, я его не понимаю. Я слишком проста, чтобы понимать раз. Что это? Чайка? Откуда? Это Григорий Васильевич. Убил. Что? Тащевая птица. На этой реке жили лебеди, гуси, утки. И как говорят старики, птице всякая была сила, видимо-невидимо, она селась над тучей. Но даже упоминание человек мне встречать не приходило. Что это вы пишете? Так записываю. Сюжет минуту. Антолимон, тащи самовары из стуля. Тащи, тащи. И форель не забудь. Даниил Романович, ну, посмотрите, какая красота. Как тихо. Да. В самом деле. Борис, опишите нам этот вид. Зачем? Впечатление лучше всякого описания. Ромео и Джульетта. А, например, украинская ночь Пушкина. Просто природа должна прийти и поклониться внушке. А что такое Ромео и Джульетта в сущности? Красивая поэтическая любовь. Это розы, под которыми хотят спротив гнили. А Ромео такое же животное, как и все. О чем с вами не заговоришь, вы все сводите. Господа, прошу, пожалуйста, принесите хворосту для костра. Хорошо. Не говори, что молодость сгубила. Он так вами увлечен, что забыл о своей подагре. Признайтесь, Василий Гаврилович. Увы, я уже не молод, не могу рассчитывать на взаимность. Вы так прекрасно сохранились, что я уверена, что вы нравитесь женщинам. В прежние времена, дорогая, в прежние времена. Елизавета Андреевна. Елизавета Андреевна, не ходите туда. Бог весть, как он держится. Шутница. Ну, наконец, буду лудить в рыбу. На меня нет большего наслаждения, как сидеть на берегу и смотреть на попавок. Ну, как брошусь, ловут, господа. Будете руками разводить. Елизавета Андреевна, где я жива? Голубушка, ну, идите к нам. Чудесный пикник, прекрасный вечер. Но все-таки, господа, я буду ловить ярша или окуня. Данила Романович, заберите меня отсюда, а то я одна боюсь. А князь сюда не ходит. Говорит только об одном, что его сиячество умнее нас с вами. Как хорошо, что вы приехали. Я так соскучилась, что если бы вы не приехали, то я бы умерла. Мне кажется, вы что-то хотите мне сказать. Хотите? Хочу. Вы правы. Я люблю вас. Но мы не должны продолжать. Нельзя. Не любите меня больше. И не показывайте никому, что вы меня любите. Я прошу вас. Ну, Лиза. Пожалуйста. Вам не нужно знать подробности. Не подходите ко мне. Нас могут увидеть. Позвольте мне объясниться с вами. Я не мальчишка, с которым можно поступать как угодно. Я могу объяснить эту вашу перемену кокетством, но я вижу, что вы просто не умеете общаться с порядочными людьми. Вы хотели поиграть со мной, как с этим Борчуком. Но я требую, чтобы вы обращались со мной, как с порядочным человеком. Я с собой играть не позволю. Скажите, какой тон? Знаете, этот тон вовсе вам не к лицу. Если вы хотите, чтобы вас любили женщины, то никогда не сердитесь и не солидничайте при них. Есть женщины, которые любят за деньги, а не продажные. О, Боже. Умоляю. Сударыня, если вы не дадите мне свидание, я устрою скандал сегодня же. Говорите, где мы завтра увидимся. Мы не увидимся завтра. Отпустите меня. Даниил Романович, дорогой ты мой человек, спасибо. Застала я тебя все-таки. А то уже боялась, что ты такой день не повидавши. Ты бы приехал к нам когда-нибудь. Хоть и не князья, зато любим тебя. Добрый вечер, Зинаида Саешина. И вам, Сашенька. Мы уже уходим, Даниил Романович. Вы, наверное, устали. А какими судьбами в городе? Да тебе и не знать. Я ведь сады покупаю у князя Грохольского. Какие сады? Вишневые. Они самые, дорогая моя. Они самые. Ну ладно. Пора уж мне. Пойду. До свидания, дорогая моя. Приезжайте. Приезжайте. Очень рады. Всего доброго. В прежние времена вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили. Как начнешь вспоминать? Как начнешь. Пелагея, чаю. Пелагея, чаю. Господи, боже мой. Что вспоминать-то, маменька? Жизнь. Я вот все думала, женишься ты на какой-нибудь Сашеньке. Мой Роман Николаевич не любил меня. Это теперь я угомонилась. Отлегло от сердца. Бывало, родить собираешься. А он на другой сидит. Послать за акушеркой или бабкой некого. Раз. В поместье-то еще было. Застала я его в саду с одной дамой. И ушла я. Ушла далеко-далеко. Ух. Вели Пелагеи двери запереть. Трудно ли ворам забраться. Самовары с кухни в прошлом году унесли. Так вот она хочет, чтоб теперь и нас обобрали. Вы бы уже спать ложились, маменька. Ну? Что же вы в дверях стоите? Как себе? Снимайте ваши пальты, проходите в зал. Снимайте пальты, ваше благородие. Так нельзя. А где же остальные барышни? Они чай пьют. Степан, поди скажи барышням, что их высокоблагородие пришли. Ага. Ну, кстати, Степан. А новые барышни есть какие-нибудь? Есть в вашем высокоблагородие и очень даже стоящие. Хорошие? Всякие, на всякий вкус. Брунетки, балондинки и, ну, всякие. А что, вероятно, все мужички? Большинство мужички, но есть и большие. Вот как? Ну, зови. Что вы скучный такой? Тоска. Тоска. А вы угостите лафитом. Тогда и тоска пройдет. Нет, уйди. Я шучу. Я любить не хочу. А вы в котором часу спать ложитесь? В шестом. А встаете когда? Когда в два, когда в три. И что вставше делаете? Кофе пьем. В седьмом часу обедаем. А чем? Чем обедаете? Обыкновенно. Суп или щи. Биштекс. Десерт. Нашу мадам хорошо содержит девушек. А зачем вы все это спрашиваете? А? Ну, чтобы поговорить. Лиза, постой мне. Нужно кое-что сказать тебе. Алька, здесь неудобно. Я не могу. Не в состоянии. Д cal ― Борис Алексеевич, ну самый кор Какאת? Для меня она с профессорами. Нужно написать. Борис Алексеевич, ну, самый честныйkiř. Я люблю. Он нас хочет в свою книжку записать. Данил Романович, вот так встреча! Удивлен вообще, к вам симпатия. Я не понимаю вашего тона. Степан, скажи просто, лафиту нам подадут и лимонеду борщам. Данил Романович, я думаю, вы видеть не рады. И что, здесь вам самое место? А потрудитесь объяснить? Ваше место среди этих продажных женщин, они в кругу порядочных людей. А неужели вы вправду думаете, что эти, как вы выразились, продажные, хуже так называемых порядочных? Эй, вы приходите, платите два рубля за визит, либо пять за ночь, но они ничуть. Но ничуть не скрывают этого. А назовите мне хоть одну замужную даму, которая бы не отдавалась тайком. Либо ради страсти молодому, либо ради денег стариков. Они падшие, но они не лгут, они не притворяются. Верочка! Подумайте теперь сами, в чью ползу эта разница? Я так понимаю, в вашу. В вашу. В вашу. Тех вы продаете, а этих покупаете. Приберегите этот стон для кого-нибудь другого. Кому какое дело до того, как я живу? Это постоянно разговоры, ахи, охи. Это постоянно выслеживание, подслушивание. Это сочувствия дружеские. К черту! Прекратите ваше фискальство. Что? Что ты сказал? Довольно. Я дворянин и надворный советник. Фискалами я никогда не был. И никому не позволю себя оскорблять. Советую вам в ближайшее время покинуть этот уезд. Или я приму меры для вашего выдворения. Прошу вас обо мне не заботиться, а уеду, когда сочну нужным. Уважайте личность! Извольте, пожалуйста. Так нельзя! Дай я посмотрю на тебя. Моя добрая, моя ненаглядная. Сколько раз я стоял под твоими окнами, как нищий, и ждал. Как ты похудела. Какие большие у тебя стали глаза. Ну, вот видишь, все зажило. Кто же мне? Стреляться он вздумал. Знаешь, как я напугалась? До смерти. Мне даже стали сниться сны, что ты смотришь на меня и не узнаешь. Я и вправду перестал узнавать тебя. Да, сколько раз я был под для тебя и не решался заговорить. А сегодня мы будем говорить, говорить. Как же здесь хорошо. Слышишь? Ветер. У Тургенева есть место так хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома. У кого есть теплый угол. Я чайка! Нет, не то. О чем я? Наказание мое. Еще тоже благородный. Не знаю, чему вас там в университетах учили. Что ты о себе думаешь? Пролетарий. Кто тебе дал право выписывать бекселя? Под мою доверенность. Я жду, что ты скажешь. Я жду, хотя, понимаю, таким поступком марающим честь и мое доброе имя нет оправданий. Ошибаетесь. У меня есть оправдание. Я люблю эту женщину и не мыслю своей дальнейшей жизни без нее. И немедленно разорвешь с ней всяческие отношения. И не подойдешь к этой женщине ни на шаг. Я никогда не откажусь от нее. Предупреждаю. Если ты и дальше последуешь своим низменным наклонностям, я лишу тебя наследства. Клянусь истинным богом. Вопрос о наследстве для меня не представляется важным. Я заранее отказываюсь от всего. Ты забываешься. Не смей так со мной разговаривать! Наглец! Не смей! Я понимаю, ты деликатен, щепетельный. Ты не ездишь ко мне из-за боязни нарушить наш дуэт. Ну, друг мой, ты забываешься, что тебя любят, уважают. Самоприсутствие твое только дополняет, как бы гармонию. Приеду, Василий Галилович, приеду. Вот, ребят, я закончу, приеду. Не понимай, брат, я этой женщины. Какая-то лихорадка, а не женщина. У лихорадки то озноб, то жар, так она опять перемен. Надень то любит меня, то нет. А вы? Ничего. Не отбывает минуты, когда она ласкает меня, как контуру не ласкала ни одна женщина. Да, полжизни отдал бы запис. А бывает такое, проснешься, нечаянно. Глаза откроешь и видишь обращенное на тебя лицо. Такое ужасное, просто дикое. Итак, сейчас она на меня смотрит. С отвращением. Ну да. Странно. Не понимаю. Не понимаю. , да? Стоит в п jätte. Иди. Иди. Остоймись. Иди. Остоймись. Тостоймись, здорово. Ушла. Ушла. Да, для меня она даже изменила. Ну, временно, конечно. Своему постоянному обожателю, богачу-рыбнику из охотного арена. И от неё не что рыбы? Нет. Один супрет. Чистейший супрет. Здравствуйте, ваше высокоблагородие. Опять в моём кабинете кабак завели. Тысячу раз просил всех и каждого не делать этого. Вон бумагу водкой облили. Крошки, огурцы. Ведь противно. Виноват, Владимир Владимирович. Виноват. Сот водку. С вашим благородием. Что нужно? От князя Крохольского письмо на ваше благородие. Ну, вот. За ним могли они. Ступай, скажи, чтоб не распрягали. Слышусь. И доктора сыщи. Хорошо, товарищ Леонид Владимирович. Я, надо сказать, увлёкся серьёзно. Женщина она редкая, внедюжинная. Не говорю же о наружности. Сколько чувства, изящества, свежести. Она нечто из другого мира. Любите вы ноль возвести в квадратную степень. Но вчера она мне рассердила страшно. И грозила утопиться. Ушла из дома и, как видите, до сих пор её нет. Ну, как это всё скверно. А что её муж? Муж? Несчастнее человека. И вообразить себя трудно. После того, что мне стало известно, наши хорошие отношения продолжаться не могут. Да, я понимаю. Я уеду, когда решу некоторые вопросы. Согласитесь, в моём желании знать о дальнейшей судьбе горячо любимой женщины нет ничего такого. Эдакого, что могло бы показаться вам вмешательством. Вы намерены и дальше жить с вашей женой. Любовь налагает известные обязательства. И вы, как порядочный человек, должны это понимать. Вы лишаете меня женщины, которую я люблю больше жизни. Нет, конечно, было бы подло с моей стороны оставить вас неудовлетворённо. И на чём же вы порешили? Я заплатил ему по векселям. В изрядной прогрессии. Он уехал, оставив мне моё сокровище. Вы позволили этой шельме обвести вас вокруг пальца? Вы заплатили ему? Ты знаешь, я ему верю. Все вообще считают его челком порядочным. Знаменитый писатель, любимец публики, о нём пишет во всех газетах, его переводят на иностранные языки. Постой-ка. Ты думаешь, что он меня облапошу? Я она? Неужели же я не заслужил хотя бы благодарности и любви, ну, хотя бы уважения? Вот вы у меня какая. Вот вы какая. Какая чудная, роскошная. Сегодня я осчастливил вас. Завтра вы осчастливите меня. Где чёрт не справится, там бабу пошлёт. Завтра же расчёт. Не-не-не-не, ни за какие ей деньги. Хватит меня, дурака. Провалиться мне, ежели останусь. Не надо на меня так смотреть. Я это не люблю. Могу ли я? Не надо смотреть на вас иначе. Если я люблю вас, позвольте мне говорить о своей любви. Вы моё счастье. Жизнь моя. Моя молодость. Я понимаю, шансы военного взаимности равны нулю, но мне ничего от вас не нужно. Позвольте только слышать ваш голос, смотреть на вас. Это уже будет величайшим для меня счастьем. Какая чудесная. Такая роскошная. А эти волосы? Что ты хочешь от меня? Один поцелуй. Это мучительно. Да. Укажи, где я пошёл прочь. Господа почевать, изволили. Нечто не людей. Ваше высокоблагородье, барышня занята. Извольте в зале подождать. Что-то я тебя не припомню, барин. Ты точно ли ко мне? Я треб… Я требую, чтобы вы немедленно оделись и следовали за мной. Какому делу? Можно спросить? Дело касается вашей законной супруги. Данил Романович, согласитесь, всё это как-то странно. Вдруг ни с того, ни с сего вы врываетесь. Если двор хоть немного облегчит вас, то извольте, я готов. Только подождите снаружи, мне надо одеться. Ваше благородие, тут есть и почище. Девка вся на винта. Вот сам бы ел, да деньги надобны. Но вас она, вас дожидалась. Ваше сиятельство. Молоденькая, пухлявенькая, шустленькая, красота. Вы такой красоты и в Петенбурге не извольте видеть. Чел прочь. Ну что ж вы, господин, сидите. Зад греете. Пошли мы позанимались. С девочкой. Так тяжело, любите мне. Ну что ж вы, господин, сидите. Зад греете. Пошли мы позанимались. С девочкой. Тебя не будет умереть. Да. Акккоричок, падречок, 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 бьется кровь моя. Моя. Акккоричок, падречок, падречок, бьется кровь моя. Моя вечная смерть, на мой дежимей. И на грудих сплатрому суни. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Браво-браво-браво-браво! Браво-браво-браво! Я к вашим слугам. Прекратите ваш балаган. Ясните, наконец, что, собственно, произошло? Пропала Лизавета Андреевна. Вчера утром ушла на реку и не вернулась. С ней уже бывало нечто подобное. Она раз вообразила себя великой актрисой и ушла от меня. Я искал ее два месяца, на одни телеграммы я истратил тысячу рублей. Лизавета Андреевна? Актриса? Я вас не понимаю. А тут понимать нечего. Нынче все хотят в комиссии Ржавские. Удивленны? Ну, мне, конечно, не следовало говорить вам этого, но вы тут как лицо заинтересованное. Мне перед вами ничего скрытничать. Слушайте, я говорю обо мне откровенно, наплюйте. Игры не стоят свечи. Но ведь она ваша жена. А? Ну, а то ничего. Наплюйте, дорогой. Любви-то ведь никакой. Одна только шаоса и скука. Хотите шалить? Вот две ручки идут. Вы странный человек. Вы ненормальный человек. Не смею предсказывать, но вы дурно кончите. Ну, стреляй. Убей. Но ты меня не остановишь. Убей. Но вы не сможете. Лиза! Лиза! Что ты наделала? Ваше высокоболгороде, горе-то какое-то! Чистое наказание! Народ беспокоится! Это все? Так точно! Отгони мужиков! Ага! Пусть в реке ищут! Я извиняюсь, ваше высокоблагородие! А чего искать-то? Барыню! Барыню искать! Григорий Васильевич! Григорий Васильевич! Извольте! Гамлет жалел когда-то, что Господь земли и неба запретил грех самоубийства! Я же теперь жалею, что судьба сделала меня врачом! Глубоко сожалею! Боюсь, как бы мне не пришлось, в свою очередь, пожалеть, что я уездный исправник! Тебе невязательно самому заниматься этим! А почему ты решил, что я должен отказаться? Ты можешь завалить, подать подставку, это будет нисколько не бесчестно! Потому что есть кому заменить тебя! Жаль же, подставлен совершенно иные условия! Я так думаю, если в неделю не всплывает, то только к весне жди! Господи, прости меня трешного! Летом-то за три дня бы всплыла! А сейчас поднись, ищи ее! Держите его! – Держите его! – Черт, черт… Черт… Черт! Черт! Не убрал! Не убрал! Встите его! Умеди людей! Эй! Что я делаю? Уйдите от суда! Оставьте меня одного! Я сумасшедший? А вы? Я видел вас с Лизой. Я видел, как она целовала вас. Так знайте, ее нет больше. Я убил Лизу. Я! Я! Суд сказал! Суд сказал! Это я убил Лизу! Да, Дима Романовича! Да ты в меня с двух раз попасть не смог. Ты застрелиться не смог, Слизняк. Думаешь, я тебе поверю? Морочите вы меня. Теперь понятно все. Понятно. И не знаю, к чему вся эта дипломатия, я ведь убил. Убил ведь? Нет, Василий Гаврилович, это маловероятно. Он несчастный. Я предупреждал его. Ужасный день. Божий промысел сподобил покойной мать не дожить до этого дня. Вот ты уже и плакать. Все умрем. Не одна, она смертная. Все на том свете будем. Даниил Романович, Богом молю. Найди ее. Найди ее. Живую или мертвую. Мне бы только взглянуть еще разок. А только бы дотронуться. Я вот волос найду и то храню. Найди ее. Вам бы, барин, перцовки выпить, чем плакать при людях. Взял бы, помянул, перекрестился. Неси. Иси. Все ее дали, как выпьешь оно. И лучше. Василий Гаврилович, я должен задать вам некоторые вопросы. К чему это теперь? Я знаю. Что еще? Может случиться? Знаю. Я с ума сойду. И все-таки я должен спросить вас именно теперь. Не могу. Тяжело. Ответьте мне только на один вопрос, имеющий большую важность. От чего тогда стрелялся, Григорий Васильевич? Мне представляется, что истинной причиной была ревность. Ах, мой супруг! Наверняка такого ты еще не слышал! Как три влюбленных дурака поспорили, чья глупость выше! Вот здесь хорошо шли. Боже мой! Боже мой! Боже мой! Да это я ответил так! Вот кто влюблен уже дурак! Тех, имбилея, коз. Коз, мужик, к которым мямлить не привык! Который не боится страх! Тех, имбилея, тот мужик, Дурак! Надеется, злота добиться всех, а женщин благ! Ах так! А слов морочите вашим слогам! Для бабы слова не значат много! Они и сами этих слог нагородят, что будьте здоровы! Браво! Кустяк! Невинная забава! Извините. Как страшно жить с такой женой! Ну, видишь, сам, а будь со мной! О, да, моя любимая! О, Орленин! О, Коломбима! Здравствуйте, Григорий Васильевич! Приньте к нам чайку, любезный! Будете допрашивать! Вы позвольте! 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 Здесь вы хозяин! А что это вы пишете? Люди, львы, орлы, куропатки, Рогатые олени, гуси, пауки, Молчаливые рыбы, обитавшие в воде морские звезды, И те, которых нельзя было увидеть глазом, словом, Все жизни, все жизни, совершив печальный круг, угасли! Наверное, я ничего не понимаю или сошел с ума, но мне кажется, что вы талантливый молодой человек, вам необходимо продолжать! Так вы говорите, продолжать! Спасибо, любезный, вы сами! Да, именно, продолжать! Хотите, дам сюжет для повести? Она должна называться так! Человек, который хотел! Льом ке я вуллю! В молодости, когда-то хотел я сделаться литератором, и не сделался, хотел красиво говорить, и говорил отвратительно! Хотел жениться! И не женился! Хотел стать надворным советником! И стал! Ну, это произошло, само собой! Я работаю, и больше всех в уезде, вам известно! Судьба бьет меня, не переставая! Порой страдаю я невыносимо, но у меня нет огонька вдали! Я для себя уже ничего не жду! Не люблю людей! И уже, наверное, и не полюблю! Мне кажется, что если бы Лизавета Андреевна тогда захотела, то могла бы! Все с вами! Больше вы от меня не услышите ни одного слова! Ну, мне казалось, что вы единственный человек, с кем я могу поговорить об этом! Говорю вам, оставьте! Какого дьявола! Василий Гаврилович, можно к вам? Заходи, я друг любязный! И саживайся! Противная эта водка! Вы, вроде, так раньше не пили, Василий Гаврилович! Да? А теперь пью. Пантелея, не боюсь, уж жаловался? Стыд какой! Тайком от лакея пью! А чего же тайком? Ах ты его характер знаешь! Попробую я при нем! Расплачется за барина! Ужасно тяжело! Ужасно тяжело! Но, му-богу известно, как тяжело мне на сердце! Вот именно что! С горя пью! Я тебя всегда любил и уважал, Владимир Романович! Ну, откровенно тебе скажу! Повеситься, Борат! От чего же это? Глупость моя! Не одни только дети бывают глупые! Бывают дураками и в шестьдесят! Лизонька, обожди! Лиза! У тебя плед упал! У меня левая нога! Будто чужая! Э, не подогрю! Скорее ремонтис! Надо было просто ходить с тростью! Придем домой, поищи библиотеки Батюшкова! Помнится, он был у нас! Ну, от чего? От чего мне так больно дышать? Ты устал! Тебе не нужно было идти со мной! А вот доктор советует больше гулять! Когда я постарел, я стал тебе противен! Вератный, и вам всем противно на меня смотреть! Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты стар! Тебе же первый, я и противен! Конечно, ты молода, красива, здорова, жить хочешь, а я старик почти труп! Что ж, разве я не понимаю, что глупо, что я до сих пор жив! Но ничего, скоро я вас освобожу! Немного мне осталось тянуть! Я изнемогаю! Замолчи! Ради Бога! Все страдают, кучают, губят свою молодость! Один только я радуюсь жизнью и доволен собой! Ну да, конечно, конечно! Ты замучил меня! Замолчи! Я всех замучил, конечно! Это невозможно! Что тебе от меня нужно? Ничего! Тогда замолчи, прошу тебя! Странное дело, даже голос мой противен! Ну, допустим, я противен, я эгоист, я изверг! Но неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели же я спрашиваю, не имею права на покойную старость, на понимание к себе людей? Никто у тебя не отбирает твоего права! Имей хоть чуточку терпения! Еще лет пять-шесть я тоже буду стара! Я сию же секунду уеду из этого ада! Это невыносимо! Стреляй! Убей! Я все равно здесь не останусь! Он же абсолютно новый! А саквояж! Вы ни разу не упомянули про саквояж! Помните, Василий Горелович, кого вы хотите одурачить? Знал бы, не впускал его, черта! Умный вы мой человек! Подумайте, нет ничего легче, как понять меня! Вы еще мало жили! Мало страдали! И вправе посмеяться надо мной! Говорите, пожалуйста, без предисловий! Что, собственно, вам нужно от меня? Чего вы добиваетесь? Арестуйте меня, Бога ради! А Гришку, моего дурочка, отпусти! Грешен я! Хотел пожить на старости лет, такой помирать не страшно! Все уже было! Грех жаловаться! Так отдай меня под суд! Эк, вы хватили под суд! Неужели такое вопиющее по бездоказательности дело сможет пройти судебную палату непрекращенно? Ну, а я готов повторить свое признание! Неужели этого недостаточно? Я юрист, Василий Гаврилович! И как юрист я требую, чтобы вы изменили ваше поведение! Елизавета Андреевна убита, в этом у меня никаких сомнений нет! А вы, с вашими сентиментальными признаниями, ведете следствие по ложному пути! Я дворянин! И даже суд не вправе усомниться в честности моих слов! Да перестаньте, ваше сиятельство! Прошли те времена, когда слово дворянина было сильнее закона! Что вы себе позволяете с жалким виском? Чтоб ноги вашей в моем доме больше не было! В сию же минуту! Вон, в сию же минуту! Винтеримон! Ну, что представляешься? Не спишь ведь! Среди меня в комнату, где барыня жила! Господь с вами, ваше высокоблагородие! Барыня-то, кого еще когда это было представилось? Еще Гришко, совсем мало было! Потом горели, да уже следа не осталось! Ты что-нибудь не наводи! Знаешь ведь, старый черт, про какую барыню речь! Грех вам, барин! Люди образованные, благородные! Нет того понятия, что наш князь на старости лет совсем сдрепил! Вот тебе крест! Не было барыни! Не было! Нечистый его попутал! Что? Да что вы тут, барин? Батюшки! Князь! Родной! Что с тобой? Умариться потерпеть не мог! Пойди прочь, барин! Он мой не дам! Пошел! Господи! Прости ты нас, грешных! Душа у праведного! Белая! Гладкая, как мел! У грешного, как пепза! Душа у праведного! Светлая лифа! У грешного! Свалоказовая! Свалоказовая! Трудиться надо! Скормить надо! Полезновать надо! О которой человек не трудится и не скормит! Кому не будет царства небесного! Горе! Горе сытым! Горе сильным! Горе богатым! Горе заимодавцам! Не видать им царствия небесного! Душа! Лягя с траву! Ржа в жилетах! А лжа! В душу! В душу! В душу! Лизавета Андреевна! Как вы испугали меня! Боже мой! Я думаю только о вас! Я не знаю, что делать! Я живу мыслями о вас! Я боготворю, я целую землю, по которой вы ходите! Куда бы я ни смотрел, я всюду вижу ваше лицо! Если бы вы знали, какие несчастные! Лиза, да помните! Помните! Я готов простить вам любой грех, который вы совершите! Умоляю вас, останьтесь! Или позвольте мне ехать с вами! Ну как? Как вы представляете? Я очень хотела бы, но я не могу представить тебе эту жизнь с вами! Мы будем жить! Проживем долгую-долгую череду длинных вечеров! Будем трудиться! Трудиться! Работать! Работать! И сейчас, и потом, для других людей! А когда наступит наш час? Я никогда не была счастлива, и сейчас я снова несчастна! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Давайте расстанемся! Я не готов отпустить вас! Вы должны объяснить мне! Только я умоляю вас! Правду! Зачем вы говорите, что вы целовали землю, по которой я хожу? Меня убить надо! Я дурная, низкая женщина! Я себя презираю! Об оправданий не думаю! Я не мужа обманываю! Самое себя! Я чайка! Нет, это не то! Я актриса! Но Лиза! Да! Он не верил в театр! Все смеялся над моими мечтами! Мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом! Ну, здесь все ходило! Как в угаре! Как безумно! И вот я стала пошлой! Дрянной женщиной, которую всякий может презирать! Я не понимаю! И что теперь? Дайте я посмотрю на вас! Вот так! Да! Это хорошо, что я уезжаю! Это судьба! Не провожайте меня! Я сама дойду! И куда вы теперь? В город! Убей! Я не останусь! Убей! Вы напрасно отвратите патроны, приятель! Это Мираж! Можно палить сколько угодно! Ваш доктор – ситая голова! Чайка здесь нет! Не может быть! Что вы здесь делаете? Ну, а как вы думаете? Только положите ружье на землю! Ну, если я бы хотел убить вас, я бы это сделал! Минуту назад! Я должен арестовать вас по подозрению в убийстве вашей жены! Может быть! Следователи несовершенные, судебные ошибки часты под луной! Ну, позвольте спросить, а что помешало вам задержать меня раньше? Я привык называть вещи настоящими их именами! Вам нужна была эта смерть для новых подвигов, пусть так! Ну, скажите, неужели нельзя было просто расстаться с ней? Если бы вы позволили ей оставить вас! Если бы вы не долбили ее своим откровенным цинизмом! Тогда, возможно, она не оказалась бы здесь! Смерть! А вы не замечаете, что только вы один так уверены в ее смерти? Я признаюсь, бывали такие моменты, когда я почти желал этого! Но потом мне было женщины более нежной, любящей! Более покорной, чем она! Вот ты какой! Наконец-то я вижу, что ты за человек! Подлый, низкий! А помнишь, как ты пришел, как мне сказал, что ты меня любишь? Я тебе поверила! Я оставила отца, оставила мать, оставила… Я оставила свою веру, я все тебе отдала! Я поверила тебе! Я верила каждому твоему слову! А ты лгал! Лгал про доброту! Лиза, я не лгал! Не ошибался, но я никогда тебя не обманывал! Но ведь когда ты услышал, что он говорит про деньги, ты ведь начал действовать по другому плану! Я же знаю! Я же вижу! Я теперь все знаю! Ради Бога, я не ручаюсь за себя! Ты лгал! Маучи! Ты мне лгал! Ты лгал! Мауча! Ты мне… Маучи! Ну, ладно! Ну, все, 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 все! Тихо! Тихо, тихо, тихо! Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо… Ты самый прекрасный писатель нынешнего времени. Тебе невозможно читать без восторга. Посмотри в эти глаза, неужели, неужели ты видишь в них ложь? Я говорю только правду. Я не смогу без тебя. Ты же не покинешь меня. Давай уедем в Америку, давай уедем в Америку. Эй, мне лень дойти до порога, а ты в Америку. Уедем. Я говорю с вами, я сам будто сплю и вижу ее во сне. Ты врешь. Я убью тебя. Добился своего, тварь. А вы забыли поменять обойму? Отстаю это сделать сразу. Я говорю, это ведь вы убили ее. А? Вы, вы, вы. Поподозревать, конечно, можно каждого. Так смерти хочется, а тут еще вы. Это вы, вы. Ну, и разрубила, и разрубила. Ну, каким надо быть тупым, диким животным, чтобы мстить женщине за то, что она уже не любит тебя, а? Господи. Убить тус, который пережил. Ну, самые сладостные минуты. Ну, пусть даже самые горестные. Он пережил, пережил, пережил. Пережил по-настоящему. Не играю. Я хотел ее установить. Если бы она сказала мне, что не любит больше меня, любит кого-то другого. Оставься. Войны женской и морской. Людви и любви не раскроешь от им. Они знают только двое. Он и она. Да. А вы простите ей не могли того, что вы любите ее, а не того, что она вас не любит. Боли вы простить не могли. Не женя своего. Да? Послушайте, по какому праву? А я ждал ее. Ждал. Вот мои условия есть. На прогулку, что она уйдет. На прогулку. А зачем ей понадобился саквояж? Разбери этих женщин. Я ждал ее. Там за лесом дорога. Я ждал, не услышал выстрел. Объясните мне, куда делось тело? Тело? Чье тело? Тело вашей жены. Его так и не нашли. Моей жены? Но у меня нет жены. Я в своей жизни видел гораздо больше женщин, чем вы, Воробьев. Три раза стрелялся на дуэли. Двенадцать женщин меня бросило. Девять я бросил. И было время, когда я ломал дурака, любил, страдал, вздыхал на луну, раскисал, таял, холодил. Но и все-таки не нашел ее. И тогда пришлось самому сотворить ее. Я начал писать. Да идите вы к черту с вашей писаниной. Ну, рассудите, дорогой. Мог бы я так спокойно уйдить в этой реке рыбу? Вот рядом со мной такая женщина, нет? Я умирал бы от ревности. Сходил бы с ума от неразделенной любви. И в конце концов сошел бы с ума и любил бы ее, как вы. Уходите. Оставьте меня. Вы сумасшедший. Я вам говорил, вы плохо кончите. Здравствуйте, мой друг. Вы не спите. Можете идти шпионить и пытать в другое место, а тут вам нечего делать. Нет, здесь мне самое место. Представляете, это я убил ее. Да. Так я вам и поверю. Я еще вчера понял, зачем вы приходили. Вы, милый друг, еще очень молодый, я имею право вам советовать. Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках. Выбирайте что-нибудь серенькое, заурядное. Без ярких красок. Без лишних звуков. Что вам надо от меня? А жизнь, которую я пережил, как она утомительна. Ох, как она утомительна. Сколько разочарований, сколько ошибок, сколько нелепого. Всегда перед глазами вертишься, не даешь поговорить наедине. Григорий Васильевич, вы ступайте с Богом. Батюшка ваш, кажись, Богу душу отдал. Ну, живы? Слушаюсь. И закрой меня, и тоже ступай. Как здесь, однако, нехорошо. Богатый человек. Жалобы небольшое получаете, а живете так просто. Действительно, все не то. Данила Романович, друг вы, мой дорогой. Я уже высказывал вам свое предположение относительно того, что вы психопат. Теперь не в этом, но и выслушать доказательства. Женщина с самого сотворения мира считается существом вредным и злокачественным. Она порочна и безнравственна. От нее происходит начало всех зол. Если хотите, чтобы вас любили женщины, то никогда при них не сердитесь и не солидничайте. В одной старинной книге сказано… Снимайте пальты, и ваше высокоблагодарное так нельзя. Женщина – это молот, которым дьявол размягчает и молотит весь мир. Он к вам совсем не идет. Когда дьяволу приходит желание устроить какую-нибудь пакост или камеру, он всегда норовит действовать членнейшей. Помните, от Белли Лен началась Троянская война? Мисс Алина совратила с пути истины ни одного пареньку. Гоголь говорит, что чиновники берут взятки только потому, что на это толкают их жены. Это совершенно верно. Имущество антрепренеров, казенных подрядчиков и секретарей теплых учреждений всегда записаны на имя жены. Распущена женщина до нельзя. Каждая богатая барыня всегда окружена десятками молодых людей, жаждущих попасть к ней в альфонсы. Бедные молодые люди. Отечеству женщина не приносит никакой пользы. Она не ходит на войну, не переписывает бумаг, не строит железных дорог, а запирая от мужа графинчик с водкой, способствует уменьшению акцизных сборов. Короче, она лукава, болтлива, суетна, лжива, лицемерна, коростолюбива, бездарна, легкомысленно, зла. Только одно из симпатичного у нее. А именно то, что она производит на свет таких милых, грациозных, симпатичных и очень умных душек, как мужчины. Он хороший, несчастный, непонятый человек. Я буду его любить. Я поставлю его на ноги. Я решу эту задачу. Не задача эта, а психопатия. Не знает об этом Дарвин, а то задал бы вам всем на орехи. Мне ваша повесть нравится. Она лучше и интереснее очень многих уголовных романов. Только нам с вами по взаимному соглашению придется в ней кое-что существенно изменить. Ну, это можно. А что вы, например, находите нужным изменить? Самый хабитус романа. Его физиано... Распишите. В нем, как в уголовном романе, все есть. Преступления, улики, следствие. Это на завтра. Сумасшедший дом на закуску, но в нем нет самого существенного. А чего же именно? В нем нет настоящего виновника. Добрый день, брат. Знаешь что, тебя, брат, среда зое. Господи, боже мой, вышло сад! Ой! А если все вырубить от дачки в аренду, знаете, то же какая аренда в год получится! Любезный, ты не знаешь, сколько аренды в год будет, а? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok